Вкусный, полезный и экологически чистый с гордостью говорит о своем продукте Ольга Друганина. Ее фермерское хозяйство снабжает молочкой, колбасами и другими деликатесами не только жителей нашего округа, но и всего Подмосковья. Впрочем, такие масштабы у него были не всегда. Начали мы с шести коров, десяти коз. Сейчас стадо насчитывает 100 коров и 150 коз. Ну и, соответственно, птица. И вот так работаем. Сначала мы производили только молочную продукцию, сейчас уже добавили сыры и мясные деликатесы. В муфельных печах томится молоко для изготовления топленых продуктов и ряженки. Стекает творог, из которого будут делать творожную массу и вареники. Формируется слоеный йогурт, фасуются домашние сосиски, нарезаются рулетики из творожного сыра. Вручную лепят пельмени. Здесь используют не только старые русские рецепты, но и добрые русские традиции. Пельмени лепятся вручную. И для этого нужно не только умение, но и вложить душу. Производство колбасы мечтают увидеть многие. У сотрудников фермы секретов нет. Они готовы показать все процессы производства. Здесь происходит процесс сырокопчения колбасы. То есть это мелкий жир. Коптится она уже порядка четырех дней. То есть сегодня последний день. Потом колбаса пойдет на охлаждение. В холодильнике колбаса будет находиться еще неделю. После этого поступит на прилавок. Особая гордость фермерского хозяйства – русский хамон. Окорок готовится по специальному рецепту. Это хамончики у нас вялится. Здесь вот соль. То есть сначала засаливается, и потом… Ну это специальная камера. Высокое качество гарантировано сертификатами и сопроводительными документами. Увеличило спрос в разы исчезновения с прилавков иностранных товаров. Оказало поддержку и правительство региона. Первая точка сбыта местной продукции открылась в Звенигороде. И это хорошая поддержка для фермерских хозяйств, признается Ольга. К слову, на достигнутом она останавливаться не собирается в планах развития агрономического туризма.